Игра между строк на ретро-ФМ. Из песни слов не выкинешь. Наш почтение, друзья. Здравствуйте. Любители лучшей музыки 70-х, 80-х и 90-х, не сидите, заходите, все готово. Ну, конечно, все готово. Если любите музыку, если знаете песни, то, наверное, с нас чего-нибудь вам хорошего перепадет. Ну, по крайней мере, за ваши знания мы готовы дать приз. Ну, не мы, конечно, а вся радиостанция ретро-ФМ. Вот торжественные практически обстановки. Так, Анастасия из Новосибирска у нас уже в эфире. Анастасия, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Анастасия, вы любитель, я так понимаю, попеть, потанцевать? О, да, конечно. Кто этого не любит? О, я не знаю. Такое впечатление, что вы прямо сейчас в пляс-то и пошли. А что больше предпочитаете? Танцы, песни, художественные самодеятельности? Участвовали? Ну, в детстве, когда, наверное, в школе, да. А вы не помните? Ну, как, помню, конечно, было и пляс, и пели, и плясали. Какой вы танец? Танец какой вы исполняли в школе? В ламбаду это точно. Вот это ж. Подождите, а вы в какой школе? Вы в школе танцы, что ли, учились? Да нет, в обычное все. Берет вас там за... За далию, за бедра. За бедра. За сахарницу. И вот. И начинает танцевать с вами. Ну, а можно еще там в компании? Мы с девчонками танцевали, да. Много народа. И все берут, представляете? И вы такие танцы в школе танцевали? Конечно. А бедагоги куда смотрели? Учили. Ну, глазки закрывали. Старшие классы были уже, дружили. Такие, да, можно так и навсегда закрыть. Как такое увидишь в школе. Ладно, Анастасия, я смотрю, вы у нас, девчонка-то, заводная. Танцующая. Ну, посмотрим, как вы с танцами хорошо, как вы с песнями разберетесь. Итак, Анастасия, смотрите. Мы зададим вам вопрос. Вопрос предельно просто касается развития сюжета в одной очень и очень известной песне. Если на вопрос ответите верно, то от ретро-ФМ вам достанется инновационный будильник 21 века. Современная штука. Он такая очень красиво выглядит. Но еще и песни поет этот будильник. И, собственно, танцы можно устроить. А почему нет? Он еще и вибрирует, и свет всякий включает. Серьезно? Серьезно, да, абсолютно. Верю. Анастасия. У нас тут вот задание готово. Слушать-то будете, или вы там все танцуете? Я готова. Слушаю вас внимательно. Прекрасно, когда женщина готова. Просто это радует. Еще и слушает? Да. Вот такой вопрос. Итак, в какое время суток гремят громо-грозные раскаты? В песне, которую Павел Смеян исполняет, песня называется «Непогода». И вот чтобы у нас все сложилось, как в танце, надо радиоприемник выключить и только в телефонную трубку общаться. Анастасия, давайте, отвечайте на вопрос. Непогода. Непогода. Нынче. Главнее всего. Не, не так. Погода в доме. Ну не сбивай, но не та песня. Это не та песня. Да. Это не оно. Гром. Как там гром? Что еще было? Гром и грозные раскаты, понимаешь ли. Гром и грозные раскаты. Из-за сарая. Люблю грозу в начале мая. Да, да. Когда весенний первый гром, как из-за сарая, как... И вот. Гром, гроза. Гром, гроза. Так, давайте еще синонимы какие-нибудь набросаем. Остановитесь. В какое время суток были гром и гроза? Ну куда вас? Ну ночью. Ночью. Ну ночью. Ну а точнее. Ночью или вечером. Ночью, вечером. Хорошо. Ну давайте определимся, ночью или вечером. Давайте вечером. Вечером. Вы хотите, чтобы мы проверили... Слово вечером, да? Давайте проверим вечер. Хорошо, давайте проверим. Гром и грозные раскаты. От заката до восхода. Ну вот так вот. К сожалению, Анастасия, ответ-то неверный у нас оказался. Да, да, да. Вечер-то, конечно, входит вот в это, да, но это был неполный ответ, поэтому, Анастасия, мы вам говорим большое человеческое спасибо за игру. Танцуйте. Да, было весело, весело, да. Может быть, еще раз нам позвонит Анастасия, тогда еще сыграем. Ну, собственно, все, пока. Да? Между строк на ретро и вам. Играем словами.